Об ордере Путину обязательно мы поговорим. Об ордене или об ордере? А вот, кстати, это тоже смешная штука. Я пишу в Гугле ордер Путину. И Гугл мне пишет, может быть, вы имели в виду орден Путину? Нет, Гугл. Как у Твардовского. Я скажу, не надо орден, я согласен на медаль. Да, да, но, кстати, там про орден, там, по-моему, мне выдало статью, что Макрон готов лишить статуса Путина Ордена Почетного Легиона. Вот, так что... Вы знаете, мы присутствуем, конечно, при уникальной ситуации. Мы когда-нибудь будем вспоминать эти дни. Потому что, на самом деле, эти дни стали поворотными днями во всей войне. Вот я уверен в этом. Я сейчас попытаюсь обосновать свое заявление. В самом начале войны, мы помним, Запад еле-еле раскачивался. Запад был готов к тому, что Украина просто не устоит. И за три дня станет уже Россией. Но героизм наших ребят заставил Запад шевелиться. И Запад начал шевелиться. Шевелился, шевелился. Значит, вооружение, деньги. Спасибо большое за это. Спасибо. Но по-прежнему то Макрон, то Шольц. Нет-нет, да и позвонят этому чучелу в Москву. Нет-нет, да и будут с ним общаться. Чем только укрепляют чучело в мыслях, что я, наверное, крутой перец. Раз столько уже надела, они мне по-прежнему звонят. Они из меня жить не могут просто. Эти черти, думает Путин наверняка. Эти евросоюзовские импотенты. Что они там понимают, кто я такой. Понимают, кто такая Россия. Так он думал, я уверен. Потому что в глубине души, ну не просто в глубине души. Они там между собой уничижительно говорят о Европе, об Америке. Ну, о Байдене и об Америке уничижительно не говорят. Я поправлюсь. О Европе, да кто они такие? Да, во-первых, в Кремле хорошо знают, кого и как они коррумпировали в руководстве европейских стран. Хорошо знают. А там коррумпирована огромная часть европейского политического истеблишмента. И не только политического. И когда сегодня это подлюка бывшая министра иностранных дел Австрии, красавица, к которой Путин летал на свадьбу. Помните? Да, конечно. Или как ее фамилия, не помню уже. Когда она сегодня открывает свой рот и по-прежнему поддерживает Путина. Ну, для нас все же понятно. Во-первых, просто так Путин на свадьбу никому не прилетит. Во-вторых, помните, как он с ней плясал? Во-вторых, мы знаем эти примеры только явные примеры. Такие как Шрёдер, Фион, Дадон, Дамых, Земан. Мы их много знаем. Орбан. Мы много знаем этих примеров. Поэтому, вот эта австриячка еще, там и Курц-канцлер тоже неровно дышал к России. Они пустили россияне по миру глубокие корни в плане коррупционных действий, коррумпирования элит политических. Они в этом преуспели, потому что неконтролируемые огромные бабки. Ну, население же России не спрашивает у руководства России. А где бабки вообще нам, населению, за то, что мы продаем столько газа и нефти и природных полезных ископаемых? Где нам хоть что-то? Что-то нам дайте. Все молчат. Поэтому в руках путинской верхушки скопились огромные, неконтролируемые народом, населением деньги. Часть из которых они с большой радостью тратили все эти годы и тратят сегодня на подкуп людей, сколько-нибудь значимых в Европе и в Америке. Это касается и первых лиц, и руководителей государств, и лидеров общественного мнения и так далее. Поэтому они, конечно, злобно хихикали. Они понимали, да куда они рыпнутся эти европейцы? Русские хихикали. Куда они рыпнутся эти европейцы? Мы их так присадили на бабки, что они с этой иглы не соскочат никогда. А присадили мы первых лиц многих. И то, что произошло сейчас, я имею в виду ордер на арест Путина, выданный Международным судом в ГАГе. Это фантастическая история, которая знаменует собой начало полномасштабного переворота в этой войне. Перелома, я бы сказал точнее, в этой войне. Кто такой сегодня Путин? Путин нерукопожатный чмошник, которого разыскивает 120 с чем-то стран. За совершенные им преступления. 120. Да, преступления против человечности. То есть, если раньше Путин мог ездить везде по миру, он даже по миру уже не может ездить. Потому что сегодня министр юстиции Германии четко сказал, если Путин приедет в Германию, мы его арестуем. Тем самым, Запад дал Путину такого пенделя, такой щелчок по носу и сказал ему, ты чмошник. Мы с тобой больше дел не имеем. Все, ты преступник. Мы тебя ищем. Мы тебя будем судить. С тобой больше не будет переговоров. С тобой больше не будет ничего. Тем самым, также, Запад дал сигнал российским политическим элитам. Пацаны, определяетесь? И девчонки, с кем вы? Или вы сохраняете свои какие-то бабки уворованные, наворованные, и мы вам что-то простим? И вы работаете с нами. Или вы разделяете судьбу этого нерукопожатного Путина, с которым все, дела закончены. Это недвусмысленный сигнал российским политическим элитам. Это недвусмысленный сигнал председателю КНРСИ, который начнет свой государственный визит в Россию. КНРСИ собирался нанести визит и встретиться, и формально, и неформально, с президентом России Путиным. Сейчас ему предстоят встречи с разыскиваемым преступником Путиным. И преступником назвали Путина крупнейшие западные страны. И это совершенно меняет картину, вообще просто полярно меняет. Си Цзепин прекрасно понимает, что он же думает об интересах государства Китай. Интересы государства Китай лежат в плоскости экономики прежде всего. Экономика государства Китая крепко завязана на экономике Соединенных Штатов Америки, прежде всего, и Евросоюза. Если сравнить место в экономических связях с Китаем, Россией, оно ничтожно мало по сравнению с Евросоюзом и США. Поэтому, учитывая также фактор розыска Путина, Си Цзепин теперь будет очень долго думать, как бы не навредить Китаю. Чтобы пообещать Путину, только лишь бы Китаю не навредить. Вот ведь в чем вопрос. Поэтому ход сумасшедший, я считаю, это сумасшедший ход Европы и США. И я считаю эти дни переломом войне. Вот теперь дышать нам всем будет легче. И не случайно Путин, вы вот говорили, Путин поехал в Мариуполь. Это Путин поехал в Мариуполь. Дмитрий Ильич, я вас умоляю, пожалуйста, не все темы сразу. Мы с Ордера на Си, на Мариуполь. И через три минуты мы закончим. Дмитрий Ильич, самое время рассказать, что же между нами прямо сейчас на экране. Между нами призыв донатить на дроны для вооруженных сил Украины. Значит, я вам хочу сказать, что я не верю фондам сразу. Пусть на меня сейчас обижаются фонды. Я не верю сборам каким-то неконкретным. Сбираем он на ЗСУ. Куда потом идут деньги? Как? Я пошел по пути давно уже простому. Поэтому мы связались с руководством Збройных сил Украины и задали вопрос. Что нужно сегодня для ЗСУ? Нам высшие руководители наших вооруженных сил сказали, нам нужны критично дроны. Конкретные дроны. DJI Mavic 3 Fly More Combo. Вот эти дроны нам нужны. Ок. Значит, я решил собирать деньги и передавать нам, дало руководство вооруженных сил, конкретные бригады. И ответственного закрепили. Вот за мной закреплен ответственный от Министерства обороны. От Генштаба, который распределяет эти дроны по бригадам. Значит, я купил за свои деньги два дрона. Я купил еще шесть дронов за деньги, которые были собраны в интернет-магазине Гордон Шоп. И которые были собраны на эфирах. Но когда мы собирали на эфирах с вашей, Василием Владимирович, помощью в том числе, мы пришли к тому, что мы же платим налоги. То есть, деньги, которые собирают зрители, там еще налоги с них снимаются. И мы решили вот в Монобанке открыть счет безналоговый. Он вот перед каждым из вас. То есть, каждый из вас может приложить камеру мобильного телефона вот сюда, к этому квадратику. И там будет счет Монобанка, туда можно перечислять деньги. Значит, у нас на вчера было уже там 260, по-моему, тысяч собрано. За два эфира 260 тысяч. Дрон стоит 100 с хвостиком. Я хочу как делать? Я хочу на пять дронов собрали, пять дронов купили, показали зрителям следующее. Показали следующее. То есть, и у меня письма от каждой бригады, подтверждающие передачи дронов. Я это публикую в Инстаграме. Все письма я публикую в Инстаграме. Поэтому прошу вас еще и подпишитесь на мой Инстаграм обязательно. Вот. Я прошу всех. Это абсолютно честная история. Эти деньги не пойдут непонятно куда. Я к ним не касаюсь вообще. Я их не трогаю руками. Их никто не трогает руками. Все открыто. Вы все видите. Вот весь расчет у вас перед глазами. Любой человек может контролировать это. И деньги будут идти на дроны. Прямо будем покупать конкретные бригады дроны. Здесь можно платить в гривнах, в долларах, в шекелях, в фунтах, в стерлингах и так далее. И в фунтах, и в стерлингах. А в евро, как платить, можно посмотреть в описании. Там написано, как платить в евро. Вот. Спасибо большое, Дмитрий, что разъяснили. Спасибо вам за эту прекрасную инициативу. Я думаю, ребята скажут вам спасибо за эти дроны. Это, конечно же, ускорит нашу победу. Каждый делает то, что он может. Несколько слов еще про ордер. Ордер, значит, кроме Путина, ордер получила еще и Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка. Ордер они получили за киднеппинг, за похищение украинских детей, за вывоз их на территорию России. Вы представляете, что они делают, Василий? Они убили родителей этих детей. И теперь еще выкрадывают детей, везут на территорию России. Это просто нелюди, это подонки. Это Львова, это Белова, она же Львова-Белова. Да, и Путин, она идиотка. Она еще в прямом эфире ему говорит спасибо вам за это, за то, что мы выкрадываем детей и везем их на территорию России. Ну, тупорырая. Спалила своего патрона. Вот. И если по Путину, как говорят эксперты в международном праве, есть еще вопросы, у него все-таки есть президентский иммунитет. Для международного суда это ничего не значит. Но для страны... Нет, Василий, нету иммунитета, как оказалось. Как только министр юстиции Германии заявил о том, что в случае пребывания Путина на территории Германии он будет арестован, забудем про иммунитет. Его нет. Мы не сомневаемся... Это прекрасно. Но мы сомневаемся, что он проигрывает Германию, правда? Правильно. Ну, так смотрите, ему уже закрыты 123 страны. Но я вам больше скажу, он очень будет сомневаться, прежде чем ехать куда-нибудь в страну, которая не входит в 123 страны, понимая, что могут быть инциденты. Это мощнейший удар по всей этой херне российской. Мощнейший. Ну, в любом случае, у Беловой точно проблем больше, поскольку у нее и такого президентского, даже полупрезидентского иммунитета нет. Поэтому ей уж точно все пути закрыты. И сидеть ей рядом с Путиным в Гаге. А примеры были, я думаю, наши зрители прекрасно помнят, и Милошевич, суд над которым проходил как раз в Гаге. Там был не Международный уголовный суд, тогда был отдельный трибунал по событиям в Югославии. Напомню, Милошевич умер в камеры, не дождавшись приговора. В камере хранения. Ну, там его, да, и хранили. Разные случаи, разные финалы разных тиранов, я думаю, зрители тоже помнят, как закончил Саддам Кусейн, и Каддафи, да, и Сталин, и Гитлер. Ну, в общем, как... Вы знаете, что Путин несколько раз пересматривал смерть Каддафи, кадры смерти Каддафи? Он не мог поверить, что, оказывается, так можно. Он пересматривал несколько раз. Он был в шоке от того, что произошло с Каддафи. Мне это рассказывало несколько человек. И про Гитлера вы вспомнили. Мне сегодня прислали, друзья, фотографию. Гитлер приехал в Мариуполь. Да, было дело. Это очень смешно, да. Проводим параллели. Про Мариуполь вы сказали. Путин посетил аннексированный украинский город Мариуполь, оккупированный об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля. Сообщили издание из кремлевского пула. Позже заметка появилась и на сайте Кремля. Я процитирую. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля объехал несколько районов города. Осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба. Здание театра. Памятные места. Конец цитаты. Прилетел волшебник. Есть, кстати, версия... В долгом вертолете. Есть, кстати, версия, что и в Крым, и в Мариуполь он приехал для того, чтобы попрощаться. Поскольку понимает, что эти территории украинская армия скоро освободит. Первое. Я должен сказать, что я не люблю вообще, когда пишут. Это не Путин. Это двойник Путина. Он приехал не в Мариуполь. Ну, слушайте, так это не делается. Это Путин. Это не двойник. Он приехал в Мариуполь. Он сначала приехал в Севастополь. Тоже чучело. Приехал в Севастополь открывать какую-то детскую школу искусств. Это же надо до чего дойти, ты приезжаешь на аннексированную территорию, чтобы открывать школу искусств с этим архимандритом Тихоном Шевкуновым. Это его личный такой поп, который с ним всегда обсуждает серьезные вопросы. Бытия и небытия. Как это отвратительно выглядело все. Так по-местечковому. Но в Севастополь он приехал еще день был. А в Мариуполь он приехал в Жабуланич под покровом ночи, чтобы не видеть, может быть, разрушенные Россией дома. Город же почти сравнялись с землей. Мариуполь. Многострадальный город. Какой он красивый был. Я в 2020 году крайний раз там был. Летом. Какая красота. Как все было сделано. Как красиво было в Мариуполе. Что они натворили, фашисты эти русские. Кошмар. Ну вот, приехал он в Мариуполь. Тут тоже идиотизм. Вот на кого это рассчитано. Ну, повезли его в новые, значит, дома. Там российская оккупационная власть построила микрорайон. Наспех сколоченных, жуткая отделка и совсем, ну, что можно построить за три месяца. То есть, все, что могли, все и построили. Дома, куда вселили сепаратистов, тех, кто потерял свои, значит, кровь над головой, крышу потерял и поддерживает Россию. Вот их вселили в эти дома. Ну, и высыпали, типа, высыпали благодарные жители к Путину. Наши тут же идентифицировали каждого. Это муж, это жена, это отец мужа, там, и так далее. То есть, ну, они занимались тем-то и тем-то на территории Мариуполя. Ну, все смешно. Вот мир другой. Это же раньше при Сталине можно было лапши навешать сколько угодно. Сейчас мир изменился, все отслеживается, все понятно. Конечно, Путин не поехал бы ни в Севастополь, ни в Мариуполь, если бы не нежданчик от Европейского уголовного суда. Я уверен, что ситуация была следующая. Путин, во-первых, сильно загрустил. Во-вторых, ему сказали, видно, имиджмейкеры и те, кто занимаются вообще его продвижением, в хорошем смысле слова, сказали, нужно что-то такое, чтобы люди говорили о другом, а не о том, что вам подозрение, значит, и под арест. Хорошее слово, пидорешт. Я вчера в эфире с Арсением Петровичем Яценюком вдруг поймал себя на мысли. Мы говорили, мы же украинскую мову, в этом эфире, и кажем, что Путина может ведь править и пидорешт. И я кажу, ну, он чистый пидорешт. Ну, такие пидорешт, что уже... Грязный. Да, грязный пидорешт, точно. Короче говоря, ему явно сказали, нужен информационный повод, чтобы перебить этот неприятный шлейф. И отправили Путина, бедного Путина, в Севастополь и Мариуполь, где он вместе с вице-премьером Хуснулиным, он сидел за рулем, Тойоты. Я попутно обращаюсь к фирме Тойота, которая продолжает оказывать в России услуги россиянам. Передаю привет фирме Тойота, которая продолжает обслуживать автомобили Тойота в России. И это очень плохо, мне представляется. Вот, он за рулем Тойоты, видно Тойота, все, броневичок, джип, ленд-крузер, видно, бронированный. Он поездил по Мариуполю. Ну, поездил. Ну, приехал, ну, поездил. А что от этого изменится? Его будущее предельно понятно. Ясно и понятно. Предельно. Как спросили однажды моего знакомого. Вам все ясно? Он сказал, предельно. Так что, будущее Путина предельно ясно. Просит зритель задать вопрос Дмитрию. Недавно президент Сирии Асад признал оккупированные земли частью РФ. Что вы скажете насчет ЭТОГО? Кто такой Асад? Вообще никто. Вообще никто. Он уже, кстати, в санкционных списках, которые подписал Зеленский. Ну, он международный преступник. Да, да. Но под санкциями. Я еще помню его отца Хафиза Асада. Я был маленький, он уже руководил Сирией. У них там династия. От папы к сыну. Он не контролирует, во-первых, территорию всей Сирии. Он преступник, такой же, как Путин. Это верный сатрап Путина. Что он признал, что он не признал. Нам от этого что? Мало ли еще Никарагуа, может, признала. Кто еще там признал? Либерия, да, может, признала. Или кто там? Зимбабве, не знаю. Нам-то что? Нам вообще ни холодно, ни жалко. Мы знать не знали их и не слышали. Асад все под санкциями. Так будет с любым, кто будет признавать. А никто больше и признавать не будет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok